Итак, уважаемые, очередное видео. Как отобрать лучшие семьи. То есть, все хотят пчеловоды иметь лучшие семьи. Хотите, не хотите, но это приблизительное направление, по каким параметрам отбирать эти лучшие семьи. Это было на совещании в 58 году пчеловодов. Первый параметр, который предложили расход кормов осенью и весной. Как определить? Ну, путем взвешивания семьи полностью. Взвесили семью с кормом, а по осени это взвесили, записали. Ну, конечно, это требует времени. Но если вы пчеловод-любитель, вы можете использовать то, что я говорю, хоть частично, как говорится. Весной и осенью взвешивается семья. Сколько она съела кормов за зиму и записывается. А поношение, то есть, на зиматос. Бывают семьи, ну, как говорится, опоносились одна рамка, две рамки, а бывает три рамки, а бывает вся семья нехорошая. То есть, по пятибалльной системе. Посмотрели, половина опоношилась, значит, записываете среднее, три оценка. Если больше опоносилась, то уже, как говорится, смотрите, две-три рамочки осталось нормальных. Это означает или полностью. Дальше подмор. Ну, обычно, за зиму некоторые семьи, это о чем говорит? Что в зиму пошло, если много подбора, пошло много старой пчелы, значит, матка некачественная. Такую семью, естественно, вы берете на вооружение, при желании заменяете матку. Сколько подмора в этой семье, сколько подмора в той. Как это делается? Путем подсчета количества пчел с применением пчелоуловителей. То ли на вес берете, если у вас много, стакан или два. Ну, в общем, таким образом. А перед литком ставится сеточка, и пчелы, когда вылетают зимой, не все пчелы сразу помирают и падают на дно. А есть пчелы, которые чувствуют смерть, они выходят на улицу, на литок, и хотят отлететь. И бывает на снегу, на земле, и это, если на улице стоит. А если в помещении у вас сеточка, она все равно выскочит. Вес пчелиных семей осенью, весной и педалавным взятком взвешивается не менее 10 семей. Вот, то есть весной, осенью взвешивается, как я уже говорил, и дальше. Кривая выкормка расплода по учетам рамкой, сеткой или путем фотографирования через каждые 12 дней не менее чем 10 семей. То есть, когда вы смотрите семью, вы можете легко сфотографировать рамочку с расплодом. С одной стороны, с другой стороны, с одной, с другой стороны. И записать. Окей, когда вы это сделали, запишите так. 10 рамочек с расплодом, нормально. Меда столько-то, столько-то, чьи-то, расплода столько-столько. Дальше. Время появления печатного трутневого расплода. Это тоже очень важно. И вы, когда записываете, то у вас, как говорится, по годам, можете сделать и график. Так, трутневый расплод появляется, допустим, 9 мая или 25 апреля. То есть, таким образом, знаете, что если трутневый появился расплод, готовьтесь к роению. Дальше. Процент роившихся пчелиных семей на пасеке. Если у вас 10 семей, вот, то одна семья является это 10%. Две семьи 20%, три семьи 30%. То есть, записываете, отроилась 10% одна семья. Если у вас 20 семей, то 10% это две семьи, как говорится. 5% одна семья и так далее. Читаем дальше. Время появления первых мисочек. Это, значит, пустые мисочки. Иногда пчелы заранее ставят вот эти мисочки. Потом время появления первых мисочек с яйцами. А яйца семья соблазна на роение. Дальше. Время вылета на пасеке первого роя его вес. То есть, вы уже знаете, с какого времени у вас на пасеке происходит роение. И записали, если вы допускаете семьи до роения. Ну, оно бывает такое, что не хотел бы допускать, но оно получается. Так. Срок вылета роем начинает засева мисочки. То есть, когда мисочка засеялась, и вы смотрите, через какое время у вас начинают вылетать раи. И записываете, когда рой вышел. 15-го, 20-го, 21-го, 31-го. Стоп. Все, нету больше. Окей. Значит, вы довольны. И на следующий год вы уже приблизительно, в эти сроки, вам легче будет контролировать вашу пасеку. Дальше. Продолжительность рабочего дня летных пчел. Начало и конец. Есть пчелы, которые вылетают весьма рано утром. Едва только солнышко взошло, и они чувствуют, что это растение выделяет нектар. А потом жара наступила, и они уже сидят, как говорится. То есть, очень важно, чтобы ваши пчелы, если вы можете проконтролировать рано утром или поздно вечером, то это не так много. Рано утром вышел, встретил рассвет, и поздно вечером присел, посмотрел, как пчелы прилетают домой, записал. Потому что пчеловоды любят наблюдать за пчелами. Дальше. Медопродуктивность валового меда нераившихся семей и средняя папасеки. То есть, если есть семя, которые отроились, вы в них проверите медопродуктивность, сколько меда. И сколько средняя папасеки. Ну, конечно, это сложный процесс. Можно как-то, если любительская пасека, то это еще можно проверить, как говорится. Хотя бы средний мед. Время появления первой побелки сотов. То есть, когда пчелы начинают строить соты. Появляется выделение воска, точнее. Если у вас они приносят мед, и сразу же это видно, что беленькая, а старая сота стоит, а сверху беленькая такая побелочка идет. Все. Можете подставлять туда вощину для отстройки. Они уже способны строить. Уже пчелы выделяют воск. Кроме учетно-перечисленных признаков, необходимо давать дополнительную характеристику семей пчел по следующим показателям. Злобливость. Поведение пчел при осмотре уля. Способ печатки меда. Сухая, мокрая и другая. В общем, злобливость всем понятно. Пчеловоды не любят злобливость. Но злобливые семьи часто приносят много меда. Злобливость бывает по разным причинам. То ли матка плохая, то ли еще что-то. Ну, бывает, желательно заменяют обычно матку. Прополюсование особенностей складывания меда. То есть, есть некоторые пчеловоды, которые любят собирать прополюс. Есть семьи некоторые, которые сильно прополюсуют. То вы их тоже отмечаете. Сильно прополюсуют, плохо прополюсуют. Есть пчеловоды, которые не любят собирать прополюс. Особенности складывания меда. Особенности складывания меда называются такого порядка. Пчелы складывают разные варианты. Сначала здесь складывают, бывает, и вот так, буквой Г, как говорится, а здесь расплод. Бывают так, полукругом здесь медок, и здесь медок идет, а расплод по центру пяточком. А бывают они, что матку сгоняют и полностью заливают медом. Эта сторона залита, и это обычно крайние рамочки. Так что и это надо учитывать. Ну, какой пчеловод, что любит, и согласно вашего опыта, вы можете это все делать. Как говорится, оставлять те рамки и те семи, которые вам нравятся. Дальше. Качество отстройки искусственной ващины и наличие перемычек между сотами. Переделка пчелиных ячейк искусственной ващины на трудневое отношение пчел к смене матки и также с обязательной меткой матки для быстрого нахождения матки. И устойчивость к заболеваниям. Естественно, вы понимаете, что если вы поставили ващину, а пчелы отстроили здесь пятачок трутневый, здесь пятачок трутневый, здесь или здесь или здесь, и переделали соты вашей ващины, и с этой стороны переделали, то это напрасно пошла работа. Потому что пчелы затратили мед, затратили средства, времени. И бывают такие семьи, которые... Это значит, надо заменять матку. И в этой семье эта семья часто бывает трудно исправляемая. Вот. Или еще какие-то причины. Лучше выбраковать ее, вытрусить и сделать другую матку. Вернее, другую матку и по рамочке вытащить с расплодом, создавать спорный отводок. И на это же количество... На это же количество рамок, как было в этой семье. Это легко. Этих пчел струсить, как говорится. А на другом месте собрать такую семью. Эти пчелы различаются по семьям. А на другом месте вы собрали новую семью, новый отводок. И он будет с другими характеристиками, другими параметрами. Вот. Если же вы оставите налетную пчелу, то параметры сохраняются. Это с моего опыта. Параметры сохраняются этой семьи. И они могут... Почему-то они передают эту духовную историческую ценность своей семьи. Если вы составили сборную, тогда они уже по-другому ведут. Эта семья сборный отводок ведет по-другому себя. Итак, еще один интересная тема. Массовое изготовление пыльцевого ловителя. Неотложная задача. То есть, как я хотел сказать вам, что это обширная тема. И я немножко только напомню на эту тему. Почему немножко же не хватает времени все рассказать. Вот. Может в другой раз я где-то продолжу эту тему на более лучшем качестве. О том, насколько эффективно кормление пчел пыльцой в смеси с медом или сахаром. Особенно в весеннее время, говорят на отчисленные опыты, семья, получившая подкормку, выкармливая личинок примерно в два раза больше, чем семья, не получавшая такой подкормки. Большой эффект дает также подкормка медоперговой смесью семей-воспитательниц. Особенно в безвзяточное время весной и осенью. То есть, хочу добавить, что семьи, которые питаются пыльцой ранней весной и поздней осенью, как тут написано, они менее подвержены болезням. Вот. И, как говорится, более устойчивы, жизнестойкие. Поэтому очень важно, особенно весной, давать прикормочку с медом или с сиропом. Семья очень быстро развивается. И вам радостно, и пчелам радостно, они гудят весело. И меду будет много. В журнале «Пчеловодство» писалось об использовании пыльцы в медицине, где указывалось, что наличие в цветочной пыльце ценнейших и необходимых для человеческого организма витаминов, минеральных солей, гормонов и т.д. ставит ее в ряд важнейших лечебных средств. Поэтому собирание и заготовка пыльцы является необходимым и важным делом. Самым лучшим способом собирания пыльцы должно стать применение пыльцеуловителя. И тут написано подробное описание устройства пыльцевловителя с чертежами, дано в журнале «Пчеловодство» номер 4 за 1946 год. А этот журнал за 1058 год. У меня этого журнала нет за 1946 год. Это было только начало тогда, в то время. Но я думаю, что сейчас очень много информации с пыльцевловителями на интернете, во всяких журналах. Если вы заинтересованы, то семья не пострадает, гарантирую вам, если вы поставите пыльцевловитель с весны. Если вы берете 30%, пчелы увеличивают лед и приносят необходимое количество пыльцы в свою семью. И таким образом они больше летают. Они не летают, когда у них полное и достаточно. Они тогда сидят и отдыхают, как говорится. То есть мы можем их поощрить на улучшение работы. И они немножко больше будут летать и приносить. И таким образом вы будете отбирать пыльцу. Ее надо просушивать до определенной температуры. Но это другая тема, как говорится. Как запастись пыльцой, я скажу в другом видео, где я подберу этот материал для вас. Итак, друзья, еще немножко. Лечебно-профилактические свойства меда. Ну, естественно, все пчеловоды работают ради меда. И, естественно, иногда такое бывает, что пчеловоды, знаете, практически некоторые, ну, не хотят кушать мед. А все остальные кушают. Я сам долгое время, знаете, мало употреблял. Но последние, так сказать, лет 8 стал употреблять меда. И заметил очень полезное действие меда на мою иммунную систему. Хотя я уже в возрасте, вот, к старости подхожу. Ну, хотя я еще работаю, вот. Но, так сказать, мед дает хорошее качество, иммунное качество. Наш организм перестояет болеть. Некоторые люди, живя здесь и в России, сейчас настолько стали верующими, даже атеисты. Вот. И все верующие. Только они верят не в Бога. Атеисты никуда не верят. А верующие верят в Бога. И вот так реклама проходит на интернете. Прививки от гриппа. И вы знаете, у нас тут в Америке очереди выстраиваются. И все верующие, и неверующие. Все стоят в очереди. И что я вам скажу? Кто из них верующий? Все они верующие. Они верят в прививку. И когда человек верит в прививку, она может и помочь, а может и не помочь. Потому что каждый раз новый вирус идет, гриппа. И надо столько сделать этой самой. И поэтому только наживается бизнес. И поэтому многие вопросы я смотрю на интернете и в думе, и кругом говорят. Нельзя делать обязательные прививки. Какую хочет человек, так и поступает пусть. Хочет прививку, хочет не делает. Я живу 27 лет в Америке, в США. Ни разу не делал прививку от гриппа. И скажу вам, что рядом люди чихают, кашляют, а мне нормально. Иммунитет выработался. И плюс пчелоужаление тоже дает яд, тоже дает полезные свойства. Итак, мед это не только вкусный питательный продукт, но и лечебно-профилактическое средство. Он содержит около 60 составных частей, из которых многие имеют весьма важное значение для здоровья человека. Основную часть пчелина меда составляет глюкоза, виноградный сахар в скобках, фруктоза, фруктовый сахар. Как известно, именно из сахаристых веществ, получаемых с пищей, в нашем организме образуется больше половины всей производимой в нем энергии. То есть, вы заметили, если вы чисто виноград кушаете, это он свободно усваивается. Если фруктоза, фрукты кушаете, груши, яблоки и так далее, то это фруктовый сахар. И то, и то он составляет глюкозу. Для организма весьма полезно. Дальше. Организм свободно усваивается. Как известно, именно из сахаристых веществ, получаемых с пищей, в нашем организме образуется больше половины всей производимой в нем энергии. То есть, если вы будете кушать эти вещества, мед и фрукты, у вас больше половины энергии, вы ослабли, устали. Когда вы покушали, у вас больше половины энергии производится из этих веществ. Дальше. Глюкоза без всяких превращений поступает из кишечника в кровь. То есть, если вы кушаете яблоки, фрукты, виноград, оно сразу поступает в кровь. Точно так же и мед. Ее можно вводить непосредственно в кровь, что очень широко практикуется при многих заболеваниях. Обычно же употребляемый тростниковый свекловичный сахар должен предварительно подвергнуться расщеплению на глюкозу или вулезу под воздействием содержащего в пищеварительном соке фермента инвертизации. То есть, если мы кушаем сахар, то на него употребляется энергия, чтобы его расщепить. Вот. Но если мы даем сахарный сироп пчелам, пчелы его расщепляют. И если в ваш мед попался такой мед, который сахарный сироп переработанный на мед, то он моментально усваивается как мед. Хотя в нем не будет тех витаминов, но он будет как обыкновенный сахар, но он быстрее усваивается. И если этот мед смешался еще с натуральным медом, то это повышает, так сказать, полезность этого меда. То есть, для вас проблем не будет, если вы будете кушать такой мед. И дальше читаем. Благодаря этим и многим другим весьма важным качествам мед широко применяют при лечении различных заболеваний. Мед пользуется большой славой универсального противостудного средства. Не только в чистом виде, но и в сочетании с другими продуктами, питаниями и лекарствами. При простудных заболеваниях широко применяется мед с теплым молоком, а также с соком лимона. И сок лимона это 1,2 часть и 1,2 или 1 лимон на 100 грамм меда. С соком из хрена в соотношении 1 к 1. То есть, 1 часть хрена и 1 часть меда. То есть, ложка хрена, ложка меда. Необходимо помнить, что при приеме меда в качестве лекарства при простудных заболеваниях следует 2-3 дня придерживаться постельного или комнатного режима. Так как в этих случаях мед, как правило, вызывает сильную испарину. Хочу сказать, что я употребляю мед каждый день. Каждый день я работаю ночью, прихожу утром и жена мне готовит завтрак. Ставит полстакана кипяченой воды, ложит туда ложку меда. Вода теплая, до 40 градусов, не кипяток. И разбавляет молоком. Размешивает все это. И я это выпиваю каждое утро. Сразу в течение 20 минут появляется испарина, тепло в голове. И я сразу моментально засыпаю. Между прочим, мед работает как снотворное лекарство. Но он есть натуральный продукт, который не химический и не влияет ни на что. Усваивается организмом в течение 20 минут. Если у вас болит голова, то не потребляйте таблетки, а выпейте меда. Еще лучше, если этот мед положить в чай, потому что чай увеличивает адреналин, сердце быстрее работает. Еще лучше, если этот мед положить в кофе. Но также не кипяток, а теплое. И кофе с молоком. Потому что кофе увеличивает количество биения сердца. И поэтому омовение вашего головы кровью увеличится в несколько раз, как говорится. И плюс питание, когда кровь увеличивается сюда, с медом тоже увеличивает питание в несколько раз. И поэтому ваша голова и все остальное в организме очень быстро исправляется. Поэтому не брезуйте использовать мед. И это будет намного легче, дешевле для вас и, как говорится, качественнее для вас. При гриппе получены хорошие лечебные и даже профилактические результаты от применения медово-чесночной кашицы. Готовите следующим образом. Ну, если вы все-таки заболели, очищенные зубки чеснока натирают на терке. Затем смешивают с медом. Лучше липовым написано. Ну, обычно и тот, и тот идет. Ну, лучше говорят. Что если липовый, то еще намного лучше. В соотношении один к одному. И принимают перед сном по столовой ложке, запивая кипяченой водой. Как я вам и говорил, перед сном, одна ложка, допустим, у вас меда, одна ложка чесночной кашицы. Все это перемешали и взяли в рот, и запили, проглотили. Принимают медово-чесночную кашицу в течение 3-5 дней. И я вам гарантирую, что вы будете иметь здоровье. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта применение меда испытано не только в народной медицине, но и в клиниках Киева, Москвы, Новосибирска, Курска, Баку, Иркутска и т.д. На наблюдениях было установлено, что при заболевании желудка, гастритах, язвенной болезни, язва желудка и 12-перстной кишки мед является лучшим лекарственным средством. На сотнях больных было установлено, что если при обычных методах лечения выздоровления от язвенной болезни наблюдалось у каждого третьего, то при лечении медом выздоровление наступало у каждого второго. То есть 50%, если 100 человек пришли лечиться, 50% вылечивается, а так 30%. Рентгеноскопические исследования показали, что исчезновение язвы зарубцового не наблюдалось при обычном лечении у 29% больных, а при лечении медом у 52,2% больных. К этому следует добавить, что при лечении медом сокращалось время пребывания больных в клинике. Ну и естественно они быстрее выздоровевали. У меня также был, как говорится, гастрит, часто болел желудок. Я, как вам сказал, что я занимаюсь давно пчелами, но мед регулярно не употреблял. Когда стал употреблять регулярно мед, слава богу, вы знаете, и сейчас я чувствую себя прекрасно, постоянно улыбаюсь, довольны. Желаю чего и вам, хорошего здоровья, до встречи, подписывайтесь, ставьте лайки. Если понравилось, одно слово напишите, нравится, я буду стараться дальше подбирать хороший материал. До встречи, задавайте вопросы, подписывайтесь.